Продолжение отступления спикера Продолжение следует... 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 очень высокой, поскольку вирус циркулируется с единослением, он все-таки адаптируется к человеку и снижает свою вероятность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились, а они будут появляться, это несомненно, и каждый год мы видим где-то одна-две новые инфекционные болезни или возбудители появляются, большая часть это от животных, вот меняет экологическую нишу возбудителя, это с 19-го 2, это тот же пример, но в последующем, да, вот эти возбудители как-то они приспосабывают, потому что вирус не выгодно убивать своего хозяина, ему задача циркулируют и приспособиться к организму человека, такое, знаете, взаимодействие, вот, и оно очень важно здесь. Но я уже говорил о том, что, конечно, и сейчас идет подготовка уже к сезонному повышению, это очень важно, и вакцинация вот этих грибок, и макухон, и вакцинациях, да, они не предупреждают заражение SARS-CoV-2, но заболевания будут протекать гораздо легче, поэтому это тоже чрезвычайно, конечно, это и здоровая жизнь, о чем мы говорили, повышение иммунитета и прочее вещи, вот, они чрезвычайно важны, вот, в защите, такой создании неспецифической резистентности, вот, к вирусу, включая и коридори-19. Ну, добавим здесь и погода, все зависит от погоды. Будет хорошая погода, будет плохая, начнется через реагра, это будет учиться? Ну, это, конечно, но в то же время, вы знаете, вирус может при COVID-19 распространяться при любых температурах, и вирус, как и другие микроорганизмы, вирус SARS-CoV-2 боится больше жарких температур, жарких температур при повышении, там где-то через 50-56 градусов он погибает через минут 40, 20-22 градуса, он начинает 10-15 минут. Но, тем не менее, опыт показывает, что сейчас идет, видите, где-то в Бразилии, где-то в Индии, даже если взять старшего брата, Мерцкоп, Равейский полуостров, там 45 градусов, но что распространение? Потому что это вопрос, так сказать, контакта, возможности, активности источника инфекции, непроводимые мероприятия, ограничительные, защитные, те же маски, о чем мы говорим в местах скопления людей. Но, совершенно, как кстати, Кваса сказал точно о том, что сегодня известны, проводились специальные исследования о том, что ультрафиолет делает реактор губительный на вирус. Поэтому, в целом, при сохранении в внешней среде, он погибает, подразделяется. Но, возможность передачи при таком непосредственном общении, особенно в замкнутых помещениях, она остается высока в любых температурных условиях. Вот это очень важно надо понимать, и тоже масса наблюдений, которые содействуют добавить нам. Спасибо. Уважаемые доктор Росси и доктор Хайсон, хотите ли Вы что-то добавить и ответить в газете «Комсомольская правда»? И тот же вопрос от агентства у нас есть, семья.ру. Они спрашивают тоже о температуре. Прогнозировали, что летом вирус погибнет, а так, как мы видим, ситуация в других странах, это не так. Скажите, как влияет температурный режим на этот вирус? Ну, наверное, я уже ответил на этот вопрос. Поэтому, да, к сожалению, в любых температурах может даже специальный экскурс, поэтому важны очень вот противопокимические мероприятия. Можно я добавлю? Дело в том, что мы просили не сравнить с Россией, а мы здесь ему никогда не видели, поэтому здесь есть особенности и может с тема о тех людей, которые живут в контингент, где есть весна, примерно осень-зима. Потому что здесь как раз так поступило, когда здесь он летом крепнет осень, а зимой, если особенно весна снижается. Вот это надо тоже особенности именно для популяции для живут на таких континентах. Спасибо. Пожалуйста, доктор Роси, вам слово. Прошу вас. Да, простите. Мы можем быстро ответить на этот вопрос, потому что можно сказать, что вирус не так чувствительный, чувствительный к температуре, вы знаете, но вирус также зависит от влажности, и влажность может меняться. Вирусная нагрузка меняется в зависимости от влажности. Это еще один параметр, который пока не так активно используется в литературе и при исследовании предупреждения гемоцитических заболеваний. И еще один параметр, потому что, да, я согласна с коллегой. Это тоже очень важный фактор. Благодарю вас, доктор Харрисон. И вот такой вопрос у доктора Роси и еще один по поводу второй волны, о которой вы говорили, пандемии. Когда же она будет? Или в Евроде уже случилось? В Барселуиде мы слышали опять такие известия, новое применение Дерин и в других городах Европы. Это уже вторая волна или это все еще первая? Мы не можем пока говорить о второй волне. Мы говорим о повторном увеличении заболеваемости, так называемой клейящей инфекции в Европе. Сейчас распространена ранее диагностикой. Есть определенные кластеры, где диагностика производится очень быстро. власти сейчас дискотируют о том, как не дать распространиться заболеванию из этих кластеров. Это не вторая волна, это небольшие очаги, где инфекция проявляется повторно. Но поскольку температура зимой будет меняться, и даже в октябре, в октябре у нас может быть повторное повышение заболеваемости. Мы не знаем, вторая ли это волна, потому что вторую волну необходимо определить. То есть какой уровень мы будем считать самой волной? Это необходимо на уровне здравоохранительной системы. И еще одна проблема. Имеются флуктуации. По моему мнению, флуктуации этого двигателя могут иметь место на протяжении многих месяцев до того, как будет введена в вакцинации. Кроме того, этот вирус может меняться. Еще вторая волна, и возникнет ли она вообще, зависит от того, будет ли у нас эффективная политика блокирования новых очагов. Благодарю вас, доктор Росси. Доктор Кайфсон, не хотите ли добавить что-то? Мне кажется, что перспективы следующей волны можно будет определить только со временем. Мы, оборачиваясь назад, через год или два будем видеть конкретную динамику и будем способны называть то, что происходит сейчас второй волной, решить называть или не называть. Мы говорим об определенных дугах, определенных кривых на опыте, например, Китая. Мы уже видим, что произошло. Сначала была большая волна или большая дуга, но мы видим это только несколько месяцев спустя, так что в будущем будем больше знать о том, что происходит сейчас. Вопрос от издания «Деловара Москва». Мы услышали информацию об эффективности препарата в рамках профилактики и лечения ковид. А есть ли возможность создать лекарства от конкретного вируса? Кто у нас по производству лекарств? Ну а вот там, здесь я могу отвечать, что создать лекарство для нужного года. Это не означает за один год, потому что это очень сложно, как вакцина, еще и получше вакцина. Поэтому чистый препарат, который ценно оправленный, то все мечтают, если будет надо хотя бы 10 лет. Поэтому все работают, а когда будет, то не знает. Ремидиум говорит, что фоликтронир не является противовирусным препаратом против ковида и знак вопроса. Пожалуйста, может быть вы, Сергей Николаевич? Он действительно создавался не как препарат против вируса SARS-CoV-2. Это достаточно старый препарат, ему около 20 лет. Он создан в Японии, в настоящее время используется активно и в Китае, и в Крымке, и в других странах. Но в том числе, как показали доклинические исследования, он работает против вируса SARS-CoV-2, который является одноцепощенным наиболее вирусом. Поэтому то, что он все-таки имеет какую-то эффективность, не такую, как нам хотелось бы, против SARS-CoV-2, это да, но я уже сегодня говорил, что пока, в настоящее время, у нас нет обрекованных клинических исследований, которые говорят, что этот препарат является эффективным при COVID-19. Такие исследования идут, что будет в результате этих исследований, но мы хотели бы, чтобы это были действительно положительные результаты. Тем не менее, файл ПРС сегодня Российской Федерации зарегистрирован как препарат против вируса и по отношению к SARS-CoV-2. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Елена Мангиян, Российская газета, спрашивает. Официальная статистика говорит о том, что пандемия коронавируса идет на спад. Не начнется снова рост заболеваемости с начала учебного года? Пожалуйста, Николай Мальченко. Ну, я, так сказать, не сказал бы, что официальная статистика, особенно мировая статистика, говорит о спаде заболеваемости. Более того, я говорил и приводил тихо о том, что пандемия продолжает развиваться. А говоря о сезонном повышении заболеваемости, сезонном повышении и факторе, которые способствуют этому, конечно, это, вот, один из, не только то, что, так сказать, снижается резистентность входных ворот, организм, дыхательная, вся система подвержена, вот, внедрение разбудителя снижается резистентность. Но и факторы – это формирование организованных коллективов. После отпусков дети приходят в школу, формируют детские сады, детские садики, детские студенты и так далее. Это мощный фактор, который активизирует распространение многих инфекций с воздушско-капельным механизмом передачи. Поэтому, конечно, это нужно учитывать и заблаговременно предпринимать мероприятия профилактические в организованных коллективах. В любых организованных коллективах. Говоря о COVID-19, ее можно назвать без преувеличения болезнью организованных коллективов. И если мы посмотрим мировую статистику, то прежде всего поражаются те, кто психонемиологические диспансеры, прибывающие в домах престолевых, военнослужащие, образовательные учреждения, медицинские учреждения. Это общей мировой статистика. Поэтому, конечно, вот здесь это надо принимать во внимание. и соответствующие мероприятия, усилия нужно предпринимать профилактические, особенно в предсезонные периоды. Благодарю вас, Николай Иванович. Что-то вы качали головой, доктор Русси. Вы не согласны? Что, пандемия идет на спарк, нет? Не идет на спарк. Так, от российской газеты будут ли... Нет, сейчас нас спать не идет, говорит доктор Русси. Он согласен со мной. Благодарю вас. Благодарю. Врачи проявили большие усилия в борьбе с коронавирусом. Будут ли предусмотрены государственные меры для поддержки семейных врачей, в частности, погибших? Что вы об этом знаете? Я хотела бы обратиться к Эдмире Ивановне, Альхиле. Может, вы что-то слышали об этом? Да. Конечно, меры поддержки приняты государством. Погибшие врачи, погибшие от ковида, у кого доказан контакт по ковиду именно, те, кто оказывали помощь больным, получат материальную поддержку, 2 миллиона 800 тысяч, по-моему, такая поддержка идет для погибших. Семей получится погибших. Те, кто переболели, заразившись на рабочем месте, если они получали, вернее, если они оказывали помощь больным и были в контакте, естественно, с больными, то они получают помощь 68 тысяч 800 тысяч. Нет, у нас 68 тысяч 800. Заболевшие, переболевшие. Там есть еще помощь. То есть разница по регионам, да? Нет, может быть, может быть, может быть. Вот там есть меры поддержки, получившие 0,000, 4, 2, 3 группу, там тоже по суммам отличаются. Пожалуйста, я не знаю. Просто так не зависит, я федеральному, если вы не хотите, если вы не хотите, поэтому они это все звали, но практически для всех. Да, может быть. На ней есть телегрегия, которые... Да, я думаю, что как раз силовую форму собирали. А что нам делать? Что нам делать для того, чтобы профилактировать? Что делать? Как раз я продается акцент, что надо использовать что, что есть возможность противодействия вот этого вируса. Начинает акцент, акцент, специфический акцент, который повышает иммунитет. Трудинги, это, чтобы человек не зародился. Препарат, который косиром может поднимать защитные свойства организма. Как раз я посвящаю, я думаю, это флот-стал. Мы должны смотреть вперед. Думать о профилактике. О профилактике, не зря коллеги говорят, что сам лучший тропед является профилактика. Поэтому здесь все надо принимать во внимание, с учета, как пишут его, что на сегодняшний день даже на профилактике никто не знает, что улучшит. Поэтому все, что есть в багаж, в любом государстве, в багаж должен применяться. Применяться нужно как можно побольше. Это влияет на распространение мобильности этой заболеванности. Пожалуйста, Михаил Петрович тоже затронул чрезвычайно важную тему. Это, собственно, как-то о последствиях. Какие итоги пандемии и что же делать? Да, это задача, которая, она не закончилась, пандемия продолжается, но тем не менее, особенно для России, здесь мы заметных успехов достиглись и достигли в этом отношении. И, в общем-то, итоги, хотя бы промежуточные, нужно подводить, поскольку в начале нашего разговора было сказано о том, что на все сферы деятельности человека COVID-19 повлияло. Действительно это так? И понять, так сказать, осроченный эффект, да, мы знаем, вот какие, так сказать, вправо, причиняется осроченный эффект, каковременный осроченный эффект, долгосрочный, это стоит понять, и психоневрологические, да, осложнения, мы все эпидемии, вот если посмотреть, все эпидемии, те, которые мы можем, но нельзя, они сопровождались с естественным лечением вот различных психоневрологических заболеваний, вот, или нейтеологические энцефалиты, энцефалопатии, и это не пандемия гриппа, уже в этом, столетии, где это, и девятый десятый год, иной, как называемый грипп, и, как сказать, или коротка балла, и перимьерс тоже, кровь, и так далее. Поэтому здесь очень важно в этом отношении. И вообще, так сказать, читывая эпидемиологические особенности инфекции, значит, нам надо понять, что нам делать, что-то менять. Москва. Почему Москва, так сказать, приняла удар на себя? Ну, это же крупнейший авиахаб. Через Москву все потоки. И граждане, которые возвращались со всего мира, они приезжали больше через Москву. И сейчас еще продолжают ехать. Это угроза, это источники. Поэтому, наверное, правильно, сделаем несколько крупных авиахабов. Не только, чтобы Москва была в центре, так сказать. Наконец, туристический бизнес. Вы знаете, вот эти вот лайнеры, да, так сказать, океанские, где океанские лайнеры, так сказать, это же действительно угроза. Это десятки тысяч людей на таком лайнере. Это круизе на огромных кораблях. Это риск, огромный риск. Наконец, это человек сам создал целый ряд мега, скажем так, техногенные очки, связанные с мега птицеводческими фабриками, животноводческими фабриками. Очень велика вероятность, так сказать, и там тоже при оставлении контроля, вот инфицирование, выплеска, инфекции и адаптация к нему человеку. Это трансконтинентальное путешествие. Ну, я не знаю, сейчас это об этом тоже надо думать. И многие задумываются, стоит ли это делать. У меня не только климатические все полюса, но и возможность инфицироваться и так далее. Многие не доценивают этого, выезжая даже даже к Черному морю, и то там на период реадаптации происходит возвращение. Это огромные, как у развлекательные комплексы. Это ведь тоже, так сказать, колоссальная опасность. Это больницы, крупнейшие госпитальные комплексы и так далее, где создаются условия для внутрибольничного распространения инфекций. То есть вот эти вот все моменты, их можно продолжать еще. Они тоже, так сказать, я думаю, что и эта пандемия, она как-то, ну, скажется на пересмотры нашего отношения ко всем этим вещам. И какие-то выработать принципы, профилактики, вот в таких условиях. Потому что человек сам создает себе условия, рукотворные условия, которые еще более благоприятные для сохранения и распространения возбудительных, чем при розных очагах различных заболеваний. Спасибо, Николай Иванович. Вопросы, мы специально завершаем принимать вопросы. Тут есть еще два, которые я хотела бы озвучить. Мир, Россия сегодня спрашивает, есть ли разница между тем, как болеют люди с онкологией и без онкологии, и как удается их спасать? Михаил Петрович, пожалуйста. То есть, конечно, тот, который болел, как раздается тоже, не знает онкологии. Что делать дальше? Потому что как сама рак будет возникать после SARS, или, может быть, сама болезнь, и в этой стороне берет, будет ухудшать лечение раком и заболеваний. Как ему здесь нуждается помощь и сотрудничество онкологии и педемиологии, педемиологии, педемицы, для того, чтобы дальнейшее сказать, действительно является как онкогенов этот вирус. Это все обсуждается, но с учетом того, что происходит в организме у человека, в иммуности, то, в условии, может быть, то есть факторы риска есть, что может быть такое тоже, просто эти заболевания. Ну и я еще могу доказать, потому что у нас стоит все-таки клинический опыт, который мы привели. Онкологические заболевания, как правило, не являются в лодном заболевании или факторе риска для инфицирования COVID-19. Если говорить, что число онкологических больных, которые прошли через наши клиники, их в целом получается меньше, чем в общей популяции. И второе. Мы видели пациентов с очень ослабленным иммунитетом, те, которые получали химиотерапию. И мы опять же можем говорить, что эти пациенты, к счастью для них, для нас, не являются пациентами по риску неподоприятного болезня. Возможно, то, что онкологический иммунитет, это работает на них. Почему? Потому что мы сегодня обсуждали проблемы цитативного шторма, да, это нерегулируемый гидроиммунный ответ организма. Но у таких ослабленных пациентов это, все-таки это шторма, по сути дела, невозможно. И поэтому они, как правило, в удивлении, более легко переносят эту болезнь по названию корреспондентации. Лена Юрьевна, у нас есть опыт работы с сухоплодическими болезнями. Пожалуйста, больше, что считать, у нас уже прошло больше 50-50 человек, которые были не просто онкопольные, но они были после химиотерапии и после лечения. Также заболевание протекало, вообще, протекало, конечно, тяжело, но фактор, мы не заметили, чтобы оно протекало хуже, чем у обычных пациентов, которые были без онкологии и без химиотерапии. По всей видимости, тяжесть состояния была связана именно с тем, что они совсем недавно перенесли химиотерапией и еще последствиями были. Мы, кстати, в этой же группе пробовали применять полиоксидоний у вторых пациентов, и, по крайней мере, на полиоксидонии они отмечали улучшение самочувствия. Все, у всех остальных мы просто не пробовали, не знали, как отреагировать после всего, что было. Я хочу сказать о другом группе пациентов. Группа пациентов лечить лицервую. У нас в таких пациентов, и они уже очень евро перенесли, где уже тоже по всей видимости, то, что иммуномодведа нет, то, что у них клеток уже совсем мало, и практически цитокин, потому что ни у кого не было температурной реакции, ни у кого не было, у вас была двусторонняя внимания, которая очень быстро разрешилась. Да, на лидературе показано, что лечить официровать, конечно, заболевание может легче. Кредитации здесь тоже, что они получают как раз 2-2,3. Комплексную терапию получают. С полной умери. Полезных больных тоже легче прошли через 7 месяцев. То есть тот, кто получает комплексную терапию, то легче проходят. И не только терапия, но сам по себе, как бы, фон болезни. Болезни тоже. Мы говорили сегодня про проблему иммунодефицита в нашей популяции. В целом, если подсчитать всех больных, у которых есть та или иная болезнь, получаем глюкок, протикостерон, другие депланты, получается среди больных с конечным изобреванием 15-20%. Это так называемые те иммунодефициты, которые сегодня с вами делали характерную черту и наших пациентов, которые находятся в пациентах. Ну вот, оказывается, эти пациенты достаточно... Мы не можем делать, конечно, сегодня обозначенные выводы, что COVID-19 не угрожает ничем этих пациентов. Но тем не менее, мы говорим, что у нас, словно, люди не были эти больные, и в целом их прогноз не хуже, чем у других пациентов. Спасибо. Спасибо, Сергей Николаевич. Отпадение Порещук, управление медицинской редакцией, Северпродукт-медицина. Вопрос господину Лорусси и господину Паррисону. Проясните, пожалуйста, кто сейчас проводит исследование эффективности и безопасности Азов-Семена Бронмида под контролем каких организаций, кто-лина сделает исследование? Что это за штука? Я не знаю. Видимо, медицинская редакция, это на это очень. А, это будет сетоний жениц. Да. Пожалуйста, доктор Россий, доктор Харсин. Прошу вас. И дается ли этот препарат в Европе? Не слышно. В республике Словакии можно первые исследования слипать. Изведение, которое ведется в настоящий момент, ведется в России. Первое международное исследование было начало в Словакии. Не препарат. Считается. Но давное выступание из России и финансирование производится в соответствующей организации производящей параметры. Пытался. Я надеюсь, что медицинская редакция получила ответ на свой вопрос. Уважаемые гости, дорогие друзья, огромное спасибо, что вы сегодня нашли время. Людмила Юрьевна, я даже приехала из Южкаровой специально на наше мероприятие. Уважаемые академики, уважаемые наши заубежные гости, доктор Россий и доктор Харсин, спасибо, что вы были с нами. И наш инфекционер, замечательный доктор Исич Уваший, Сергей Витальевич, благодарю и вас, и его, который с нами сейчас. Спасибо.